Представители знака Зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события до конца июля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами. У каждого свои обстоятельства жизни, у каждого своя обстановка. Поэтому два слова о планетарных событиях, которые как раз ожидаются с середины июля. А вот какую-то аналогию, каждый из вас, плюс еще прогноз по картам, вы сделаете сами. Тем более, вы-то уже точно знаете, что вам в этой жизни важно на данный момент, какая обстановка у вас. Так вот, насчет обстановки середины июля, действительно, как будто вектор нашей жизни может начать меняться. Кто-то из вас это мог прочувствовать уже раньше. Произойдет событие 18 июля. И если прежде у нас ось Телец, Скорпион была, а теперь у нас будет Овен, Весы. Самое главное направление – это Северный узел. В данном случае это Овен у нас выступает. А Овен – это у нас решимость. Овен – это действие и это напор. Вот и мы где-то будем больше концентрироваться на собственных планах или на собственных достижениях. Вот этот период, начиная с 18 июля, и он продлится до января 2025 года, он в целом может означать для всех нас о том, что будет больше энергии, больше напора, больше какой-то импульсивности. Отчасти, может быть, где-то и агрессия. Потому что это все очень свойственно людям, которые привыкли добиваться всего сами. Это как победитель. Он идет, может быть, где-то и на пролом. Или мы говорим, победителей не судят. Вот такой вот импульс, который приводит в действие какие-то неведомые силы. Вот здесь может и обстановка у нас меняться вокруг нас, и где-то вынуждая нас самих измениться, так и обстоятельства какие-то тоже могут, словно трубулентность какая-то, создаваться. И если мы говорим, как нулевой, наверное, аркан, да, хаос перед началом творения, в последующем ведь очень будет много изменений. Ведь это только прелюдия каких-то изменений. Никогда не будет возврата, как было там несколько лет тому назад. Нет, словно какая-то реальность отстраивается заново. Нам придется через какой-то, может быть, хаос пройти. И добавлять вот этих страстных, таких горячих энергий, импульса будет еще и лилит или черная луна, которая присоединится вдобавок к солнцу, который будет входить в знак льва. Это произойдет у нас 22 число, но часто это проигрывается раньше днями, может быть, 19 я говорю, а для кого-то это будет ощутимо за неделю. Черная луна или лилит – это всегда есть такой момент, когда что-то, то, что было скрыто, теперь словно рвется наружу. Буквально какие-то тайны вскроются, вообще тайны мира, такое тоже может быть вполне. Еще один аспект по черной луне или лилит 23 числа, помимо того, что 23 у нас Венера, которая тоже находится в знаке лев. Это мы, опять же, соотносим с энергией нашего эго, с импульсом каким-то. Так вот, мало того, что Венера уходит в ретроградное движение, и здесь могут быть какие-то вопросы, которые нам напоминают о себе из прошлого. Вроде бы мы этим, может быть, занимались. Или люди какие-то могут появиться из прошлого, и какие-то вопросы, опять же, которые мы думали, что уже решили и забыли, они заново могут возникнуть. Так и 23-го, еще лилит, присоединиться к Меркурию. И Меркурия – это у нас информационные системы, поэтому тут мы себя еще дважды бережем. Имеется в виду какие-то электронные системы расчета, например, да, когда могут быть сбои. Или будем внимательны в плане не переходить по каким-то ссылкам, если вы на почту переполучили письмо. Или, может быть, в каких-то мессенджерах вы тоже видите ссылки. Одним словом, нам себя нужно самим беречь. Может быть, как много фейков, так и где-то мошенничество тоже может обостриться. Вполне вероятно, мы пересмотрим наши многие взгляды, и то, что прежде для нас, может быть, считалось, ну, недопустимым, или я никогда так не поступлю, вот тут мы как раз сможем принять во внимание, что это единственный разумный способ. То есть вот и невозможное тоже возможно в этот период. Но я надеюсь, для нас, для всех это проиграется как раз лучшим образом, даже если нам придется отказаться от каких-то прежних убеждений. Ну и что? Ну, ничего не поделаешь, если реальность нам диктует какие-то новые правила. Или игра какая-то меняется, значит, будем действовать по новым правилам этой самой игры, если для нас, для всех, другого невозможно. Ну, давайте мы спросим у карт Таро, как для вашего знака Зодиака они видят период до конца июля? И мы спросим, что придет? Или это, может быть, какие-то новости или дела? А что уйдет? Или, может быть, мы завершим что-то? Чем дело кончится? Чем сердце успокоится? Что от меня скрыто? Такую карту достанем. И события до конца июля, может быть, это одно событие, но мы достанем три карты. Может быть, это три разных события. Что придет? Что придет на мой порог? Пятерка жезлов, мои дорогие близнецы. Ну, наверное, вас не удивить тем, что приходится работать с информацией. Тут действительно, как по Меркурию, много информации разрозненной. Причем такой. Утром одна, в обед другая, может быть, к вечеру. Совершенно противоположная. Вот какой-то информационный хаос сам по себе. Или, может быть, обстоятельства вот так вокруг вас могут складываться, что вас будут приобщать к какому-то делу, к работе. Или попросят участвовать, может быть, в каких-то разноплановых задачах совершенно. Много людей. Скучать будет некогда. Но карта нам говорит, что нужно хорошенько подумать перед тем, как ввязываться буквально в какое-то либо дело, либо откликаться на какую-то просьбу. Больше позиция стороннего наблюдателя. И вот так рационально обдумать. Действительно, имеет это для меня значение? Или больше значения для кого-то? Ну и работа с информацией, я думаю, тут как раз, в любом случае, Меркурии своим подопечным будет всегда помогать. Поэтому держим руку на пульсе. И вот так, в однокровно, что мы услышали сначала внутри самого себя, рационально раскладываем по полочкам, видим какую-то конкретику, и только потом принимаем решение. Не должно быть какого-то импульса. Хотя нас как раз к этому импульсу могут склонять. А что уйдет? Знаете, ну что уйдет? Вот эта карта у нас профессионала, которая кует Пентакли. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Вполне вероятно, кто-то из вас поменяет работу. Или вы откажетесь от работы, когда в офис приходится ездить, и вы решите, я буду работать на дому. Или у вас появится вообще какой-то новый проект. Но я больше склонна думать, что именно вы захотите пересмотреть какую-то прежнюю деятельность. И для вас, кстати, это будет очень перспективно. Для кого-то из вас решение вопросов еще финансовых тоже может проиграться по этой карте. Где, каким образом ко мне приходят деньги. Что-то вы тут можете пересмотреть. Вы можете, кстати, по крайней мере кто-то из вас, больше смотреть в сторону пассивного дохода. И если позволяют возможности, то, скорее всего, вы как раз отдадите предпочтение к правильному финансированию. С учетом пятерки жезлов, нужно сказать, то также, что мы не должны потратить куда-то сумму денег, так вот, знаете, со значением слить. Или приобрести то, что для нас не имеет какого-то большого смысла. Или дать себя уговорить, например. Или поддаться на какую-то лесть. Тут ведь по-разному могут люди воздействовать на нас. Может быть, если есть какая-то цель у человека нас уговорить, то вполне возможно, у нас есть все же риск, как будто вложить деньги в ту сторону или в то дело какое-то, куда совершенно наши интересы никаким образом не пересекаются. Или для нас это не будет выигрышно. Поэтому будьте аккуратны. Давайте посмотрим, чем дело кончится, как видят карты. Вот как пятерка жезлов, так у нас еще выпадает семерка. Продолжая как раз вот тему где-то информационного хаоса или неразберихи, или много людей. Тут как раз еще и соревнование какое-то может добавиться. И что я имею в виду? Это нам могут что-то доказывать, что, допустим, конкретный человек, он прав, а мы в чем-то неправы, или мы неправильно видим какую-то ситуацию, или мы неправильно принимаем решение. Тут именно может проиграться вот смена лунных узлов в сторону овен, и вот это вот горячая страстная энергия, когда импульсом хочется взять реванш кому-то. Или это, конечно, может и вам тоже хотеться. Почему нет? Мы говорим, чем дело кончится. Но ведь тут-то дело по этой карте не кончается. Оно кончится только в том случае, кстати, как соревнование, так и какой-то бессмысленный спор. Так вот оно кончится, или вы нейтрализуете какую-то обстановку, если вы будете в позиции стороннего наблюдателя. А люди как раз могут быть склонны к обратному. Вам что-либо доказать, или вас приобщить к какому-то делу. По семерке жезлов часто бывает это та работа, которая нужна не нам, а кому-то. Может быть, мы кого-то выручали какое-либо время, да, соглашаясь на какую-то работу, и могли уже люди подумать, что так будет всегда. И где-то нас уже зафиксировать в свой график, что ну он же не откажет, или она придет на помощь. И вот здесь как будто рационально нужно посмотреть, а нужно ли в каком-то деле участвовать. И с учетом того, что у нас восьмерка Пентакли выпадает, что уйдет? Я больше склонна, что вы как раз, словно, знаете, рационально проведете какую-то вот такую параллель. Вот есть работа, которую я просто делаю, или я чем-то занимаюсь, а есть то, что мне приносит доход. И вот как раз это первая часть, которая больше интересна кому-то. Когда вы, может быть, чьи-то словно дыры закрываете, или бреши, или кому-то помогаете, и кто уже, может быть, привык, что так будет постоянно. Но вот вам захочется вот эту какую-то линию своего поведения исключить. Потому что момент целесообразности и вот получение финансов за проделанную работу, он будет стоять остро. И вы будете настроены рационально, практично. Чем сердце успокоится? И вы сами себе можете сказать, все, хватит, я складываю оружие, мне просто необходим отдых. И карта, кстати, вот чем сердце успокоится, если мы себе буквально дадим какой-то отдых, сделаем эту паузу и приведем мысли в порядок. Вот об этом говорит нам карта. И все то, что я сейчас перечисляла, эта карта подтверждает, как будто, может быть, вы работали, может быть, до этого времени много, или какая-то многозадачность в вашей жизни присутствует, и самое время уделить внимание самому себе. А может быть, есть какой-то вопрос, это тоже может проиграться так, что все дела мы, пожалуй, до конца июля не решим, это факт. И даже если что-то у вас стояло на повестке дня, может какая-то пауза продолжится, это тоже присутствует. Но заполнять словно этот вакуум нашей какой-то активностью мы не должны. Карта настойчиво говорит о том, что мы должны уделить внимание самому себе, самой себе, своему здоровью, кстати, потому что уставшие люди делают ошибки. Нам здесь показывают буквально человека работоспособного и трудолюбивого. Но, видимо, наступает тот период, когда просто необходимо сделать какую-то паузу. И в значении не случайно, чем сердце успокоится, отдыхом, размышлениями, причем по четверке мечей, это у нас такое хладнокровное размышление, без эмоций, а именно в какой-то рациональной реальности и в материальном мире. По крайней мере, чтобы моя жизнь мне не напоминала уравнения с несколькими неизвестными. Видимо, деньги и отдых. Вот так видят карты для вас, мои дорогие близнецы. Но вокруг вас вихрь, как и людей, так и информации. Что от меня скрыто? Ну, правда, тут действительно какая-то тайна. Это может быть связано с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, увенлив стрелец, или имеет там, может быть, асцендент, а кто знает, может быть, и по луне, или находится вот в такой энергетике, как королева жезлов. Это тот человек, который свои планы ставит на первое место. И вы их никогда не узнаете. Вот тот черный кот, который сидит на коленях, как раз и говорит, умеет хранить тайны, как чужие, так и свои. И те планы, которые она, королева, задумала наперед, никогда никому не расскажет. И причем она обладает определенным магнетизмом. Знаете, вот бывают такие люди, которые к себе располагают, с которыми хочется поговорить, с которыми хочется продолжения дружбы. Вот это все присутствует. Когда хочется прийти человеку рассказать, может быть, о своих новостях, или что у тебя получилось сделать, там, вот так. И вот эту всю информацию, которую мы выкладываем королеве жезлов, она очень четко анализирует. А потом для себя какой-то словно пазл складывает и применяет на пользу себе. Поэтому, с одной стороны, правда, какая-то от конкретного человека может быть тайна. Но нам не сказали, узнаем мы это или нет. Или просто нам хотят сказать карты, что есть конкретный человек в вашем окружении, который два пишем, а три в уме. Оставляем. Давайте мы узнаем, станет ли тайная явная. Узнаете ли вы какую-то тайну? Да, тут по справедливости, конечно, вы узнаете. Я бы сказала, у кого-то вопросы в суде могут быть, или окончательные какие-то решения даже в суде, или какая-то, может быть, медиаторское какое-то соглашение, если есть спор в вашей жизни. Здесь может какой-то факт выйти на поверхность. Но по аркану справедливость нам говорят, вы сами не нарушайте закона. И тогда закон будет работать в отношении вас со знаком плюс. И тем не менее у нас весы изображены, и поэтому какое-то эмоциональное равновесие мы наверняка должны сохранять. Значит, какая-то тайна может, знаете, вскрыться совершенно внезапно. И причем это может произойти в каких-то высоких инстанциях. Может быть, вы совершенно... Ведь тут по-разному. Вы пошли, допустим, к чиновнику подписывать какой-то документ, или вы хотите что-то осуществить, вам надо понимать, знать, в какой последовательности, ну, какой-то свой вопрос решить. И просто даже находясь в коридоре, вы услышите, как кто-то что-то обсуждает, и для вас это будет посыл к действию, или какая-то нужная информация в моменте здесь и сейчас. И у кого-то так тоже может проиграться. Правда, что скрыто, то станет явным. Давайте посмотрим, что у нас по событиям. Ну, для вас все в стабильности. Вы знаете, основная тема для вас может быть, как помимо финансов, вопросы дома, жилища, вопросы, касаемые к денег, нам уже об этом сказали, может быть, связанные с переездом, или, может быть, с вашей семьей. У вас, для вас как будто будет это в приоритете. Что-то вы хотите улучшить, может быть, сделать более комфортным жилье, и напрямую будете искать, может быть, продаете, покупаете жилище, что-то хотите изменить. У кого-то может быть и ремонт, хотя не напрямую, но нам карты говорят про ремонт. Ну, вполне вероятно, почему нет. Все же несколько карт нам не могут рассказать о личной истории каждого. Но здесь мы преувеличиваем, улучшаем, более делаем комфортным, как и жилье, так и свою собственную жизнь, или материальный доход, который тоже для нас идет со знаком плюс. И вообще, приоритет строится потому, что у нас должно быть все под контролем. У нас не должно быть какой-то неразберихи. В нашем доме, как минимум, и в нашей жизни, среди наших близких все должно быть предельно ясно, честно, понятно. И вполне вероятно, это может проигрываться, как какая-то вот ваша супружеская история. Или если на сей момент она не супружеская, но есть какие-то вопросы в паре между вами. Может быть, вы встречаетесь, или какие-то есть у вас отношения, и вы хотите, возможно, перевести их в другой уровень. Потому что по королю Пентакли часто проходит это уже, знаете, что-то более надежное. Это не временное. Вот здесь вам тоже словно каких-то гарантий в отношениях захочется. Стабильности вам хочется, мои дорогие близнецы. И в эту сторону вы будете как раз двигаться или пытаться решить. Как буквально, может быть, с деньгами, с помещениями, да, с жильем. Так и в вопросах любви все-таки у нас кубки, взаимопонимание. Может быть, нескольких поколений даже. И все это для того, чтобы уйти вот от такой пятерки кубков, от каких-то прошлых разочарований. Какая-то прежняя история у вас подходит к концу. Я не могу сказать 100%, что она у вас завершится в июле. Но тенденции к этому определенно есть. Развернуться вот к этим двум кубкам и быть счастливыми. Я так больше вижу, что, видимо, не только вопросы финансов для вас, да, или улучшение собственного благополучия каким-то образом через улучшение комфортности, да, вот то, что я сказала. Но есть еще и какие-то чувства или какая-то ваша личная история, которая для вас будет также в приоритете. Для близнецов важно все. И финансы, и перспективы, и моя личная жизнь. Вот такой и для вас будет конец июля. Ну и большой информационный поток, когда будет важным правильно распределить эту информацию. Что-то, может быть, от чего-то отказаться и понять, что это пустота какая-то. Ну а что-то принять во внимание, хотя первое может быть выдана как какая-то вау-новость, а второе по-настоящему, которое имеет значение, может быть сказано невзначай. Но для вас это как посыл, каким-то действием может быть вполне вероятно. Но, значит, будьте внимательны, держите руку на пульсе. Но самое главное для того, чтобы быть более ресурсному, необходимо отдыхать. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие близнецы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!